Так, щас давай по скиллу всё сделаем. Слышь, по скиллу, ты по-моему вылетел? А, нет, надо же. Молодец. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, Капитан Очевидный. Сегодня он с нами играет, тут вот сидит за соседним столом. Да, такие дела. Будем вместе кэвэшечку катать. М16 сегодня я буду использовать. Я только два раза с ней играл, как она появилась. Поиграем мы на окраине. Будем использовать OpenCAP тактики. У нас не пять человек, конечно, но я придумал, как их адаптировать для паблика, для крабокода или, как я его называю, OpenCrab. И помимо этого, есть у меня для вас отличный анекдот, поделился которым Рузальд Султанов. Анекдот такой. Мужик спит спокойно в своей квартире, в кровати, и вдруг какие-то сильные стуки, крохот. Причем такое ощущение, как будто у соседа снизу бьют в потолок, то есть в квартиру этого мужика, который спит. Но он минут 10 потерпел, ему надоело, он спускается, в дверь стучит к соседу, открывает сосед пьяный, на голове у него каска и говорит, «Серёга, заходи, я батут купил». Вот, только что вы видели, да, инженер дает на один палец, внимание, только на один палец штурмовику и медику первым запрыгивает штурмовик. Почему именно так? Потому что благодаря тому, что дает именно инженер, штурмовик быстрее оказывается наверху и быстрее может занять здесь верх. Да, это стандартная защита по опункапу, стандартная такая тактика, вполне, скажем так, дефолт. И, собственно говоря, эти тактики, они являлись и являются до сих пор наиболее распространенными, даже на опунах. Тихо, да ну блин, не смог законтролить, мало еще, сынка играл, не очень плохо. Тихо, не-не-не-не-не-не, тихо, да, ну, 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 да, я, мо... Красава Рокутагин, столько выстрелов и все в цель. Эээ, слышь, остряк, потом будешь острить, понял? Сейчас давай на игре сосредотачивайся. И вот, опять бучер дает нам на один пальчик под сад, мы за мной зябанетик и снова идем занимать двушечку, двушечку вверх. Сейчас заскочим, посмотрим, наступаю тут наверх, не наступаю, тихо, опа! Хорошо, дядка, и у вас оунд, вот что значит оказаться наверху быстрее противника, да, есть такое. Тихо, так, кстати, странно, правда, противник сделал, вообще-то сюда снайпер не должен лезть, по идее. Но, может, у них какая-то своя импровизация, суперстратегия, так, посмотрим, что дальше будет. Ребята, наши, в принципе, действуют правильно, ну, поскольку на двушку идет наступление, они стараются выбить ее, все правильно, все хорошо. Хорошо, я думаю, у нас шансов больше, действуем мы грамотно. Так, слушай, отшот, да, Кэп, что-то я не вижу твоей скиловой игры, она меня еще говорит. Ну, ничего, Кэп-то у нас, кстати, классно играет в КВ, на самом деле, я говорю, но играет Кэп классно, тут ему ничего не скажешь, как бы, он медик прям такой талантливый. И Кэп практически всегда играет только медиком, за исключением сегодняшнего случая. Сегодня он почему-то решил инженером поиграть, да? Во, капитан очевидный скиловой прокид сделал, красавчик. Вот. Так. Это, по-моему, противник на один, что-то на два они не сунулись, и тут один наш погиб. Тихо, давай-ка вот так задымим, чтобы противнику просто время потянуть, чтобы он не мог отсюда с нами перестреливаться с картона, и мы спокойненько здесь его примем, если он из дыма выйдет. Но он что-то не выходит, может это перетяг на двушечку, а? Может быть, может, надо глянуть бы. Да. Да, ооо, я же, тышь, как я в воду глядел. Эдшот, детка, дабл килл. Да, все получается, видите? Что значит просто занимать правильные позиции, и противник уже как на ладони. Но, то ли еще будет, у нас ведь еще впереди атака, я вам тоже покажу кое-что интересное. Эдшот, да. Да, я думаю, что атаку мы тоже будем осуществлять на двойку, я покажу, как заходить на двойку. Вариант тоже опеновский, ну, мы его, как говорится, под опенкраб, как я говорю, немножко видоизменили, и, в общем-то, поверьте, этого хватает. Тревога, немцы на один наступают. Немцы на один, пацаны, назад, все. Кэп, вон, заныкался, красава, Кэп, так и сиди, сейчас нормально все будет, у тебя все получится. Кэп, если что, тут спримет на хаммере, у тебя этот катарчик, да, или что у тебя там? Ну, в любом случае, Кэп всегда что-нибудь им было. А, нет, ты смотри-ка, нормально так это все идет. Кэп у нас со скарчиком, красава, по скилу. Давай, Кэп, Кэп, мочи его, мочи, Кэп. Давай, 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 давай. Эх. Ну, ребятки, ну, ну, ну. По-моему, нас нагнули. Ой, не надо вот наговаривать, еще неизвестно. Знаешь, какие бывают клачи, а Буча тут еще, сейчас посмотрим. Да, нагнули. Согласен. Ну, всякое может быть, но чаще всего надо быть реалистом, да. Так что Кэп прав, нас нагнули. Вот, ну, 3-1, в общем-то, у нас существенное преимущество. Что-то Зява взял вместо меня наверх полез, это плохо, тайминг потеряли. Тайминг потеряли, противник может теперь быстрее балкон занять. Ну, ладно, посмотрим, что сейчас будет. Мы сейчас зайдем и нагнем. Кто-то, ну, нифига, под стволом сюда уже стреляет. Но по трубам не идут, это самое главное. Главное, чтобы верх не заняли, по большому счету, на двушки. И тогда уже можно что-то думать, что-то делать. Так, красавчики, где... Не понял. Это... Это вообще что было, так что? Чё? Зява, красава, молодец. Тихо, уходим, Зява, ну, его нафиг. Что нас сейчас нагнут? Надо чё-то разруливать как-то, насколько трое всего осталось. Да-да-да, headshot пошёл. Нормально. Я думаю, должно у нас получиться, в общем-то. Да, один противник, всё, это как бы, это нагиб. Я даже не сомневаюсь. Ну, бывает всякое. Не понял. Ты у нас что, скилл снайпер? Нет, снайпером на КВН вообще не умею играть. Ну, как умею, ну так. Не, ну попробуй ещё. Тут один выстрел только надо, один фраг сделать. Всякое может быть. Вот, хорошая позиция, на самом деле. Неплохая такая. Так. Видел, да? Нагиба. Я с тех говорил. Кто бы сомневался. А теперь делаем мы двушечку, двушечку стандарт по опену, ориентированную под опен крап. Опять же, штурмовик и медик теперь уже друг друга подсаживают сюда. А остальная команда, смотрите, заходит в квадрат и прокидывает вверх. Видите, они вверх прокидывают. Вообще, по идее, тут одного-двух хватает, но я решил не париться. И, в общем-то, можно всю команду загнать, потому что тут большое количество игроков. Там 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8. Поэтому и противников наверху на подсаде может быть не двое, а там, скажем, трое-четверо. Поэтому больше гранат, ничего страшного. Пойдет. Для таких вот крабокодовских замесов хорошая тактика. На двушку медик штурм наверх. Остальные ребята забегают в квадрат, откидывают вверх вот этот. Подготавливают наш заход, собственно говоря, наверх. А потом через карман перетягиваются уже на плент. И все. А, я думал, медик здесь, а его нагнуло. Да. Да-дам, барин, 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 барин. А, ребята, повторяем. Не будем изобретать велосипед. Все так же. Мы четко взявали наверх. Ребята заходят в квадрат, откидывают вверх. И потом через карман перетягиваются. И все. Все. Именно так. Просто со вкусом. Все гениальное просто, как говорится. Ничего сложного нету. Никаких тут супер заходов, супер пупер. Ничего подонного. Хэкшот, дедка. ЮАС. ДАБЛ КИЛЛ. И, по-моему, все. Осталось немного. Я закидываю дым сюда. Почему я так дымы кидаю? Вообще, обычно так не делают. Но я кидаю, потому что это с депо. Из железа сложно простреливать тех, кто у нас тут на пленту находится. То есть мы дымим весь выход противника. Вот, правда, депо я плохо задымил. Но не суть. В общем, вы поняли, да? То есть противнику тяжело. Он надо сблизиться. А это уже минус для него. Так, ребят. Где противник? Что вы там стреляете? Что-то долго. Где он тут? Давайте, быстренько. Хлоп-хлоп. И сделаем свое дело. Все. Та-дам. Барри. Неплохо, Рокутанин. Благодарю тебя, капитан Очевидность. Ты очень любезен. Фу, любезен. Любезен. В общем, ты понял, да? Ты любезен. Это слово? Любезен. Любезен, да. Ты любезен. Молодец. Вот. Поэтому 11 фрагов, 7 хэкшотов. Где ЮАС ОУН 21%. Меткости, 5 с половиной. Хотя это не важно, сколько вы сыграли. 5 к 1, 1 к 1 или 0 к 1. Главное, чтобы вы делали все правильно по тактике. И что я вам хочу сказать, друзья. Если данное видео было достаточно ритмичным, приятно так блюзово-мелодичным, хэкшоты зашли как надо, и самое главное, это видео оказалось для вас полезным, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.